В 2016-2017 году была распространена информация о строительстве армянской церкви в Джабраиле, о чем много писали армянские медиа. В связи с этим, в тот период МИД Азербайджана заявил, что армяне никогда не жили в Джабраиле. Строительство культурных и религиозных объектов на оккупированных территориях незаконно и противоречит требованиям Женевских конвенций и международного гуманитарного права и означает их грубое нарушение. Утверждение о том, что во время 44-дневной войны был нанесен ущерб церкви, построенной армянами в Джабраиле, представляют собой демонстрацию предвзятой позиции против Азербайджана, и ни для кого не секрет, что материал на эту тему, который недавно был показан на телеканале BBC, подготовлен по специальному заказу армян. Следует подчеркнуть, что во время строительства этого объекта, азербайджанская сторона обращалась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, чтобы они на месте рассмотрели и расследовали данный вопрос. Сопредседатели провели мониторинг на месте, подтвердив факт строительства и заявив, что оно незаконно. К тому же было указано, что это не церковь, а строение для военнослужащих, желающих помолиться. То есть данное строение, которое армяне и телеканал BBC представляют как церковь, на самом деле таковым не является. В 2017 году, будучи официальным представителем Министерства иностранных дел, я сделал заявление о незаконном строительстве часовни для военнослужащих в оккупированном Джибраиле, где никогда не жили армяне. Об этом помощник президента Азербайджана, зав. отделом к вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев, написал в своем аккаунте в Твиттере. «Я отметил, что строительство часовни для военных в то время, когда подвергается вандализму, все, что связано с Азербайджаном, противоречит основным принципам христианства», подчеркнул Гаджиев. Армяне за период оккупации разрушили на территориях Азербайджана все гражданские, религиозные, культурные объекты, а теперь пытаются вести в заблуждение международное сообщество. Но они не понимают, что их усилия тщетны, потому что Азербайджан всегда был на правильном пути и продолжает идти по этому пути. «Враг-дикарь содержал в этой мечети коров и свиней. Кто может предъявлять нам претензии? Тот, кто закрывает мечети, или тот, кто выбросил головы убитых свиней в мусульманские мечети, будет учить нас выражать обеспокоение?»